Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. При доверии такого праздника, как Хэллоуин, я разберу специально для вас три несложные мелодии по табам, связанные с Хэллоуином или с какими-нибудь хоррор-фильмами. В общем, нервишки попугать будет чем. Вообще, этот праздник не такой страшный по сравнению с счетами за коммунальные услуги. И я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть, просто новый инструмент. А вдобавок к нему различные аксессуары, тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазинах Динатон и Укулеле Центр, а промокод Даша Кирпич действует в магазине Skiff Music. А еще ребята из Skiff Music каждый месяц разыгрывают настоящую гитару, поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. Ну а сейчас берем Укулеле в руки и погнали учиться. И перед началом желательно знать, что такое табы, как их читать. Если вы не знаете, что это такое, то мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Вы на канале есть целый видос, обязательно его посмотрите и возвращайтесь сюда. И первая мелодия, с которой мы начнем, это какая-то русская колыбельная, как в интернете написано, Тили-Тили-Бом. Звучать она будет следующим образом. В целом мы будем играть вот такую штучку, там не пугайтесь, что я в конце вам показала. Это для тех ребят, у которых больше, чем сопранка, потому что на сопрано там что-то 12 ладов всего лишь. В правой руке можете играть все большим пальцем, никто ничего это не запрещает. Начинаем играть с третьей струны, открытую, два раза, ничего, то есть тут не зажимаем. Далее играем вторую струну на третьем ладу, безымянным пальчиком ее зажимаем, играем также два раза. Следом у нас идет вторая струна на втором ладу один раз. И в конце играем третий лад на третьей струне один раз. Соединяем, что получается. Далее мы опять повторяем данную фигуру. Только единственное, вот эту последнюю троечку мы будем играть быстрее. То есть за первым разом она немножечко попозже играется, а за вторым разом сразу. То есть ту-ду-ду. А за первым разом было... Давайте соберем полностью два такта. Да, я применяю такую штуку, что со второго лада, со второй струны, я палец никуда никогда не убираю. То есть один раз поставила, и пусть он у меня остается на месте. Еще раз эти два такта. Далее в третьем такте мы также начинаем с открытой третьей струны два раза. Далее переходим на первую струну. Зажимаем третий лад, играем его два раза. Затем второй лад один раз. Снова третий лад один раз. И открытая первая струна. Еще раз. И четвертый такт. Начинаем опять с открытой первой струны. Далее зажимаем указательным пальчиком первую струну на первом ладу, играем ее один раз. Далее поднимаемся на вторую струну, играем на третьем ладу ее один раз. Затем средним пальчиком играем третью струну на втором ладу один раз. Затем зажимаем ее на третьем ладу. И открытую. Третью струну. Получается такая вот лесенка. Чтобы не запутаться в этих пальцах, каким я пальцем что играю, вы можете просто вот эту позицию сохранять. То есть за первый лад отвечает у нас указательный пальчик, за второй лад отвечает у нас средний пальчик. И безымянный палец отвечает за третий лад. То есть вот, мы находимся в этой позиции. Для вас это может слово какое-то быть скранно, что такое позиция, не заморачивайтесь. Просто смотрите, где какой пальчик у вас играет. Так, давайте соберем третий и четвертый такт. Далее, на последние два такта идет такой небольшой отголосочек. Мы играем ее на третьем ладу на третью струну один раз. Потом ее отпускаем. То есть... И на этом, в принципе, вы можете закончить, у кого сопранка. То есть дальше у вас нет пятнадцатых ладов, вот эти семнадцатые. Если у вас этого нет, то на этом заканчиваем. Если у вас есть, переходим резенько на пятнадцатый лад на третью струне. Играем пятнадцатый лад. Далее двенадцатый лад. Вам нужно будет потренироваться, быстро перейти с третьего лада на пятнадцатый лад. В данной модели, например, у меня даже отмечена такая точечка. Вот если у вас есть точечка после двенадцатого лада, то вам прям повезло ориентироваться на нее. Получается так. И опять возвращаемся, играем три-ноль. То есть смотрите, три-ноль, пятнадцать, двенадцать, три-ноль. Вот эти пятнадцатые, двенадцатые лады у вас могут звучать очень-очень тихо. Но попытайтесь их сыграть, если хотите показать весь свой талант и мастерство. Давайте теперь в медленном темпе все соберем от начала до конца. Я знаю, что у этой мелодии есть текст. Вроде бы, тили-тили-пом, закрой глаза скорее, кто-то ходит под окном и стучится в двери. Как-то так. Поэтому, если вы знаете текст, можете пропевать параллельно, когда вы играете что-то тут пальчиками. Разбор на укулеле. И следующая мелодия из фильма Кошмар на улице Вязов. Это очень старый фильм, но вы знаете, там был такой персонаж Фредди Крюгер. Забавный факт, что в оригинале он не называется на улице Вязов. Типа, зачем его так перевели, тоже непонятно. Как она у вас будет звучать? Сейчас обладатели укулеле сапрано покинули чат, потому что в одном моменте нам нужно будет сыграть аж 13-й лад. Жесть какая. Но это несложно. В целом мы будем играть мелодию на первой струне. Начнем играть ее с открытой струны. Далее играем пятый лад и переносимся на двенадцатый. Вы можете мизинчиком сыграть, можете сыграть тем пальцем, которым удобно. Главное старайтесь не играть все указательным пальчиком, иначе у вас в саду или в огороде и в траве свидетел кузнечик получится, а не кошмар. Собираем 0, 5, 12. Далее переходим на одиннадцатый лад. Очень интересно. Далее возвращаемся на двенадцатый лад. Переходим на седьмой лад. Седьмой лад, если что, чаще всего у вас вторая точечка. Вот эта точечка, вот эта вторая точка, это седьмой лад. Собираем 0, 5, 12, 11. На одиннадцатый ножик посидите. Далее 12, 7. Осталось две нотки первой части, держитесь. Далее идем на восьмой лад. И вот тут вот есть несколько вариантов, как вы можете сыграть. Первый вариант, вы можете перейти на вторую струну на шестом ладу, сыграть эту нотку. Или каким-то мистическим образом перебежать на первую струну на первом ладу. Это две одинаковые ноты. Тут зависит от вас, как вам удобнее сыграть. Вот так вот. Или вот так вот. Дело ваше. Давайте в медленном темпе соберем первую часть. Далее вторая часть так же почти играется. То есть 0, 5, 12, 11, 12, 7, 8. И вот тут вот мы возвращаемся на 12 лад. Далее идем аж на 13 лад. И переходим на вторую струну, играем ее на 9 ладу. Кому сложно переходить на вторую струну на 9 ладу, вы можете эту нотку сыграть на первой струне в 4 ладу. Это одинаковые опять же ноты, все зависит от вас. Если хотите прыгать, то пожалуйста прыгайте. С 13 вашей на 4. Или можете сыграть 13 лад и 9 лад на второй струне. Давайте соберем в медленном темпе вторую часть. Соберем полностью от начала до конца в медленном темпе. А теперь чуть быстрее. Разбор на укулеле. И последняя третья мелодия из фильма Silent Hill. Вообще прикольный фильм именно своей атмосферы. Вот как он у тебя будет выглядеть. И в этой мелодии есть две основные части этой вступления. и сама тема, поэтому сейчас поподробнее про каждое расскажу. Вступление у нас будет звучать следующим образом. Здесь есть несколько основных аккордов. Это аккорд G. Причем G не вот такой, как мы привыкли играть. А немножечко по разнообразнее. Мы взяли нотку вот эту со второго ладу, принесли на пятый. И получилось, что мы зажимаем указательным пальчиком третью струну на втором ладу. Далее вторую струну на третьем ладу. И первую струну на пятом ладу. Вот такая вот карказебра. Далее тут есть еще аккордик C и M. Мы зажимаем с вами третью, вторую и первую струну на третьем ладу. В нашем случае мы будем его играть через вот эти вот пальцы. То есть указательный средний безымянный. Его можно просто сыграть еще в бары, но не в нашем случае И. Первый такт. Мы начинаем с этого аккорда G. Играем третью, вторую, первую, вторую. То есть та-та-та-та. Далее мы сдвигаем указательный парчик на третий лад. Играем то же самое. Три, два, раз, два. Получается. Далее мы играем открытую вторую струну. Возвращаем ее опять на третий лад. Первую струну перенемещаем с пятого лада на третий. Причем зажимаем теперь безымянным пальчиком. То есть было до этого так, стало вот так вот. И играем с вами перебор. Раз, два, три, два, один, два. Давайте чуть медленнее. Смотрите на табы, что я как играю и в медленном темпе вместе со мной. Еще раз. Давайте теперь вместе эти два такта. И эти два такта опять потом повторяются еще раз. То есть полностью это так. Это у нас с вами было вступление. Далее идет основная тема. И проблема в том, что дальше идут вот эти очень быстрые 16-е ноты. Мы не знаем особо длительности, но я вам говорю, что это очень быстрые ноты. В идеале, конечно, они у нас должны супербыстро звучать. Но я понимаю, что мы не все такие поганини. Поэтому сейчас как можем, так и играем. Начинаем играть со второй струны на третьем ладу. Далее переходим на первую струну и играем такой ход. Открытая струна. Зажимаем ее на первом ладу. На третьем. На пятом. Затягиваемся, мизинчиком стараемся. Или хотя бы что-то из этого. То есть 0, 1, 3, 5. И обратно. 3, 1, 0. И опять возвращаемся на вторую струну. Получается. Еще раз. Дальше опять возвращаемся на первую струну. Играем ход. Открытая струна. Зажатый первый лад. Третий лад. И опять возвращаемся. То есть 1, 0, 3. И концовочка у нас на первой струне. Зажимаем ее на первую ладу. Далее отпускаем. Затем переходим на вторую струну. Играем ее на третьем ладу. На первом. Играем открытую первую струну. И вторую струну, зажатую на третьем ладу. Еще раз. Давайте соберем все вот это наше богатство, что мы сейчас узнали. Я уже здесь могу вас поздравить, потому что эта основная тема повторяется два раза подряд. Теперь давайте соберем от начала до конца, что у нас получается. Если тебе понравилось данный разбор, то обязательно поставь ему лайк. Также напиши в комментариях, какой твой любимый хоррор-фильм или фильм, связанный с Хэллоуином. В общем, что-нибудь нервишки помотать. Оставляю я обязательно это все, посмотрю на досуге. Также я хочу поблагодарить всех ребят, которые поддержат меня на бусте. Замена не получают клево ништяки. Весь раздачный материал и мое почти. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Ну, конечно, и, конечно, ну, естественно, естественно, Биба. Биба, мы без этого не можем ни один разбор.